А еще одну премьеру готовят в Театре оперы и балета. Балет «Много шума» из ничего по Вильяму Шекспиру. Это одно из самых популярных произведений автора. И несмотря на это, балетную вариацию ставят крайне редко. Последнее представление было в Большом театре в 1994 году. И тогда популярность, по популярности это произведение оставила далеко позади Спартака. О постановке поговорю с моим гостем. Это Наталья Матас-Марчук, художественный руководитель, да, я так понимаю, группы Театра оперы и балета. Скажите, пожалуйста, а почему так редко ставят это произведение? На самом деле, даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но вот сейчас, как раз, спустя много лет, Театр оперы и балета хочет возобновить спектакль этот, который, я считаю, очень интересен для разной категории публики. То есть это для семейного просмотра будет очень интересно. Поставлено, естественно, это, как вы только что сказали, по одноименной пьесе у Вильяма Шекспира. На музыку Тихона Хреникова. Это очень легкая музыка, которая узнаваема по художественным фильмам и мультипликации. Это легкое произведение, которое передает характер, образы главных героев. Редко, не знаю, почему все-таки ставился этот спектакль. Он еще интересен чем? Что занято всего 18 персонажей. Это мало? Это мало, конечно. Что практически нет кардебалета. Это тоже этим интересен спектакль. Был поставлен он в Большом театре в 1976 году. И название у него было «Любовь за любовь». Потому что в преддверии 25-го съезда КПСС, чтобы меньше было разговоров и кривотолков, было придумано такое название – хореографом Верой Бакадора. И шел он на протяжении почти 20 лет. И вот сейчас театр оперы и балета занялся… Как решили? Почему решились? Кому пришла идея в голову? Идея пришла экс-солисту Большого театра Сергею Антонову, который уже неоднократно приглашается художественным руководителем театра оперы и балета Сергеем Бобровым в театр для работы с труппой. Идея принадлежит ему. И в рамках нового поколения красноярского балета предложено было поставить молодому хореографу, талантливому, который является солистом театра нашего. Насколько я знаю, сейчас красноярские балероны прям вот всякие призы выигрывают и прям какой-то подъем. Да, я горжусь театром, и в общем-то это очень приятно. И вот молодой талантливый хореограф сейчас работает над этой постановкой. Кипит работа в цехах театра, делаются декорации, костюмы по эскизам знаменитого театрального художника Дмитрия Чербаджи. Богатые костюмы будут? Вы знаете, это классические костюмы, но с отпечатком, наверное, шекспировской эпохи. Вообще это очень интересный спектакль и необычный. Жанр это, естественно, будет, ну, хореография, она классическая, но с отпечатком, наверное, современных элементов. Удивлять будете? Да. Я верю, что это будет интересно. И всех приглашаю на премьеру. Она пройдет 8, 9, 10 апреля в театре. И было бы приятно, чтобы люди пришли посмотреть. Билеты уже есть в продаже? Да, конечно. А ажиотаж уже есть или еще пока присматриваются? Ну, трудно сказать, пока ситуация, ну, я надеюсь, что она изменится к премьере в лучшую сторону. Как вы думаете, вот вообще для кого больше? Для молодежи или все-таки для такой уже вот искушенной публики? Или вот и тех, кто первый раз придет, что-то для себя увидит? Вы знаете, во-первых, это Шекспир, который известен и в школе детям, и среднему поколению, и старшему. И опять же, я повторюсь, что спектакль для семейного просмотра, что на самом деле очень... И с маленькими можно приходить? Конечно, я думаю, ну, в общем-то, ну, школьники точно могут приходить. И, в общем-то, такие яркие персонажи, где, естественно, есть и любовь. Это две влюбленные пары. Но одна пара влюблена друг в друга, а вторая враждует. И, естественно, вот это все идут драматургии, плюс комические какие-то сцены. То есть и добро, и зло, и, в общем-то, интриги. Ну, это достаточно интересно, я думаю. Будет для всех. Для всех. Актеры молодые? Из молодой группы трупы набирали? Вы знаете, и молодые, и ведущие солисты в основном. То есть в этом спектакле все солисты. И, в общем-то, это будет интересно, я думаю. Потому что и молодежь, участвует в этом и молодежь, как новое поколение, естественно. И уже наши ведущие. Но они оторвались поучаствовать? Ну, конечно, работа для труппы очень интересная. Всегда что-то новое, оно интересно. Для театра это вообще, я считаю, очень хорошо. И, в общем-то, так мы сейчас работаем, все силы в это вкладываем, все эмоции, душу. Я верю, что будет все хорошо. Давайте еще раз в камеру проговорим красноярцам, куда приходить, когда приходить, в общем. Хорошо, да. Значит, 8, 9, 10 апреля состоится премьера в Красноярском театре оперы и балета. И мы всех ждем, приглашаем на спектакли, на эти. Это будет интересно. И, в общем-то, для Красноярска, я считаю. В общем, уважаемые красноярцы, приходите. Я, например, у нас в гостях была Наталья Матус-Марчук, руководитель, художественный руководитель театра оперы и балета. Труппы. Труппы, да, балетный трупп.